Марина всю свою жизнь мечтала стать выдающимся хирургом. С юных лет она проявляла интерес к медицине, желая спасать людей. Однако в 25 лет девушка могла похвастаться только профессией медсестры. Жизнь ее сложилась совершенно иначе. Девочку воспитывал только отец. Она могла полюбоваться своей матери, улыбающейся с фотографии, но никогда ее не видела. Во время родов у женщины открылось кровотечение. Отец тяжело переживал это горе, но приложил все свои усилия к тому, чтобы достойно воспитать дочь. Марина никогда ни в чем не нуждалась, но работа отцу Никите давалась очень с огромным трудом. Всю свою жизнь он проработал вахтовым рабочим, чтобы девочка не отказывала себе ни в чем. Когда Марина поступила в медицинский университет, отец тяжело заболел. Обучаясь на втором курсе, девушка узнала, что у ее любимого папы неоперабельная опухоль. Она не могла его оставить, поэтому приняла решение отказаться от обучения и посвятить все свое время отцу. Она заботилась о нем до последних дней. Продолжить учебу Марине не удалось. Марина не хватало денежных средств, а самое главное – сил. Она ощутила чувство одиночества и впала в депрессию после того, как не стала самого близкого человека. Девушка осталась совсем одна. Однако ее университетские преподаватели сделали доброе дело. По их рекомендации удалось устроиться медсестрой в частную клинику. Марина с особенной теплотой относилась к своим пациентам. Она прощала им даже капризы, лишь бы увидеть довольное лицо и угодить человеку. Девушка считала, что им попросту недостает внимания от своих родственников дома. Поэтому пациенты стараются получить его здесь, в больнице. Особенно Марину любили пожилые пациенты, к которым она относилась с неимоверной заботой. Девушка старалась сделать все для того, чтобы бабушки и дедушки ни в чем не нуждались. Она безболезненно ставила капельницы и уколы, чувствуя, какую благодарность ей отдают эти люди. В своих словах, в подаренных шоколадках, в поглаживании по руке. Многие пациенты хотели сосватать девушку за своих сыновей, внуков и других родственников. Больше всего это раздражало старшую медсестру Ирину, которая подмечала отношение пациентов к Марине. Уверенная в себе брюнетка крутила роман с заведующим отделением, поэтому никогда ни перед кем не расстилалась. Все и так прекрасно понимали, что за ней стоит серьезный человек. Ира все время придиралась к бедной девушке и делала все, чтобы поймать ее на ошибке. Однако ей никак не удавалось отыскать причину, чтобы уволить Марину. Однажды вечером, когда в клинике остался только дежурный медперсонал, произошла неприятная ситуация. В коридоре, откуда ни возьмись, появился мужчина. Его внешний вид оставлял желать лучшего. Одежда на мужчине была порвана, лицо было грязное, ботинки старые и запачканные. Он держался за сердце и кричал, что внутри очень сильно жжет. Мужчина попросил помощи, но никто не спешил к нему подходить, пока в коридоре не появилась Марина. Девушка увидела мужчину и сразу ощутила чувство жалости. Она слышала, как за спиной шептались медсестры, предполагая, что бомж подрался со своими приятелями после пьянки, а затем решил найти ночлежку. Даже врач распорядился его срочно выгнать и удалился в свой кабинет. Марина увидела, как мужчина начинает падать и тут же подхватила его. Она обеспокоенно начала спрашивать, что у него болит. Больной ответил, что чувствует сильное жжение внутри, после чего девушка потащила его в пустой кабинет. Медсестры смотрели со стороны, но никто не решался приблизиться к грязному вонючему бомжу. Марина была готова заплатить деньги из собственного кармана, лишь бы оказать помощь нуждающемуся. Она аккуратно уложила мужчину на кровать и взяла стетоскоп, чтобы его послушать. Марина не услышала хрипов и давление у нового пациента было в норме. Однако она на всякий случай решила поставить ему капельницу. Девушка предупредила, что у нее еще множество пациентов, и в скором времени она обязательно вернется его навестить. Марина несколько раз заходила к мужчине, который представился Кириллом, но он спал. Когда девушка увидела его, смотрящим в окно, она тут же подошла и поинтересовалась его самочувствием. Слово за слово, и Марина почувствовала, как этот мужчина смог ее к себе расположить. Она уже давно никому не доверяла, но ему решила рассказать о своей жизни. Девушка призналась, что ей не удалось закончить медицинский университет. Как сильно она страдала после смерти своего отца. Она увидела в этом молодом человеке родственную душу, такого же одинокого и всеми брошенного. Он успокоил ее и признался, что тоже никогда не представлял, что ему придется просить помощи в медицинском учреждении, не имея при этом денег заплатить за лечение. Кирилл провалился в сон, после чего Марина вышла из палаты и неожиданно услышала громкий крик. Он шел из кабинета заведующего отделения. Девушка решила узнать, что же все-таки произошло. Как оказалось, Роман Евгеньевич узнал о том, что она привела в палату бомжа. Требовал тут же от него избавиться. Марина принялась убеждать доктора в том, что этого пациента она берет на себя и несет всю ответственность. Единственное, о чем просила девушка, это обследовать пациента. В кабинет тут же залетела Ирина и начала настаивать на том, что Марину необходимо срочно уволить. Наконец-то она нашла причину это сделать. Однако планам Романа Евгеньевича и Ирины не суждено было сбыться. В кабинет вошел хозяин клиники Александр, вместе с недавно поступившим больным Кириллом. Все тут же замолчали и глянули на мужчин. Александр поздоровался со своими сотрудниками и, посмотрев на Кирилла, сообщил, что в этом отделении будет новый начальник. Кирилл всегда любил выбирать специфические подходы, чтобы изучить коллектив. Александр уволил заведующего Романа Евгеньевича, который проигнорировал мольбы помощи Кирилла. Несмотря на то, что врач работал в частной клинике, он не должен был забывать клятву Гиппократа. Мужчина долгое время пытался оправдаться, но Александр был непреклонен. Кирилл успешно занял должность начальника, а его любимицей стала Марина, которая проявляла внимание и заботу, когда ему так это требовалось. Ирина потеряла должность старшей медсестры, ведь она не оправдала ожиданий. И вместе с заведующим настаивала на том, чтобы грязного и вонючего больного немедленно выгнали из клиники. Марину же назначили на ее место. Ира не смогла выдержать такого позора. И уволилась. Она прекрасно понимала, что больше не сможет ходить с деловитым видом, зная, кто за ней стоит. Романа Евгеньевича больше не было в клинике, а значит, весь ее авторитет будет утерян. Кирилл поспособствовал тому, чтобы Марина восстановилась в институте. Девушка точно знала, что ее мечта должна исполниться. Поэтому даже не стала спорить с Кириллом. Она с удовольствием отправилась в свой родной институт и завела беседу о восстановлении. Ее знания не были забыты, поэтому девушке удалось быстро вернуть свое место. Некоторые преподаватели сменились. Но они также охотно приняли Марину и заметили в ней огромный потенциал. Уходя на обучение, девушка пообещала Кириллу, что она обязательно вернется в эту клинику и будет там работать снова, но уже хирургом. Впрочем, девушка сдержала свое обещание. Марина вернулась в клинику повзрослевшей, обзавелась новыми знаниями. Она стала еще более умной, привлекательной и уверенной в себе. Когда девушка зашла в кабинет, она увидела Кирилла, того самого мужчину, которому когда-то оказала помощь. Девушка сразу вспомнила и раскрылась перед ним, рассказав самое главное о своей жизни. Она вплотную подошла к нему и увидела эти глаза, глубокие, зеленые, в которых можно просто раствориться. Кирилл взял ее за руку и признался, как рад тому, что девушка вернулась. Вечером он пригласил Марину на свидание, рассказав, что каждый день думал только о ней, но не хотел отвлекать от обучения. Профессия врача очень сложная, на ее освоение нужно огромное количество времени. Влюбленность явно стала бы помехой и не дала девушке добиться тех успехов и знаний, которыми она может похвастаться сейчас. Марина с огромным энтузиазмом приняла приглашение Кирилла. С того дня она поняла, что этот мужчина ей невероятно интересен. Через несколько месяцев нежных свиданий, теплых разговоров и зарождения новых чувств влюбленные поняли, что больше не могут друг без друга. Кирилл сделал Марине предложение, от которого она просто не могла отказаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова